Добрый день! Вы смотрите политические дебаты сайта Новины Бай. На этот раз мы пригласили для участия потенциальных претендентов на пост президента, тех граждан, кто зарегистрировал свои инициативные группы для сбора подписей по их выдвижению в кандидаты. Напомню, что до 19 июня по всей стране продолжается сбор подписей, затем подписные листы будут переданы в избирательные комиссии, после чего Центр избирком примет решение о регистрации либо нерегистрации кандидатом в президенты. Меня зовут Татьяна Коровенкова, я буду выступать модератором этих дебатов, и я сделаю все возможное для того, чтобы они прошли на принципах нейтральности, справедливости, равенства и взаимоуважения. Поэтому я прошу и наших участников проявлять уважение к оппонентам, придерживаться регламента дебатов и законодательства Республики Беларусь. В связи с пандемией коронавируса в целях безопасности дебаты проходят в уникальном формате. Участники собраны в одной студии в Минске, но находятся в разных помещениях. При этом у всех есть техническая возможность видеть и слышать друг друга. Следить за дебатами можно на сайте новины.бай, в нашем YouTube-канале и на наших страницах в социальных сетях Facebook, Одноклассники и ВКонтакте. Формат дебатов предусматривает вступительное и заключительное слово участников, а также их ответы на вопросы модератора. Всем без исключения участникам будет предоставлено равное количество времени для выступления. Более того, никто из них не знает ни одного вопроса из числа тех, что я планирую им сегодня задать. Приглашение на дебаты мы направляли всем без исключения участникам избирательной кампании. К сожалению, не все из них согласились прийти. И сегодня у нас в гостях Андрей Дмитриев, Ольга Ковалькова, Владимир Непомнящих и Сергей Черечень. Перед началом дебатов мы провели жеребьевку, которая и определила порядок выступлений наших участников. И первым со вступительным словом я приглашаю выступить Сергея Череченья. Сергей, у вас 90 секунд, пожалуйста. Всем день добрый, большое спасибо. Хотел бы вкратце рассказать о себе. Я сам вырос в Могилеве, закончил третий областной лицей, у меня техническое образование. После этого поступил и окончил РТИ. Параллельно учился и получил образование в Институте бизнес-технологии Атлантем по специализации кризис-менеджмент. Теперь я бизнесмен, я общественный деятель, я политик. Я человек, который организовал большую команду, которая сейчас работает на этих выборах. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас, кто смотрит эту программу, кто вообще следит за самим процессом выборов, понимал, что мы находимся на той стадии, когда нам нужны перемены. Мне хотелось, чтобы каждый понимал, что люди это те основные граждане или те основные единицы, которые могут принести перемены в нашу страну. Мне очень важно, чтобы вы поддерживали каждого демократического кандидата и чтобы не просто сидели дома, не просто думали или планировали, а как мы будем жить дальше, а своими действиями и поступками поддерживали нас. Приходили, общались, изучали, рассматривали все возможные принципы, по которым мы можем взаимодействовать и идти дальше, идти дальше вместе в новую современную Беларусь. Спасибо большое, Сергей. И следующим выступит Андрей Дмитриев. Андрей, пожалуйста, 90 секунд у вас. Добрый день, меня зовут Андрей Дмитриев. Я баллотируюсь к кандидатам в президенты, потому что уверен, что мы должны изменить отношение государства к людям. Я поясню на примере. Я недавно был в Лидии, ко мне подошла женщина и сказала, что она работает медсестрой и получает 350 рублей. Никаких там надбавок, никаких доплат. Она говорит, каждый месяц у меня выбор. Я заплачу за продукты или заплачу за квартплату. У нас получается удивительная ситуация. Огромное количество чиновников, а государства нет. Как прихватит, никто ни за что не отвечает. Оно постоянно самоустраняется от решения наших проблем. Я считаю, что государство должно заботиться о людях и быть основано на трех принципах. Первое, говорить правду людям и слушать правду от людей. Второе, ценить людей. Не на словах, на деле, помогая им в тяжелое время. И третье, меняться власть. Должна меняться власть каждые 5-10 лет для того, чтобы человек помнил, он потом пойдет по улице и будет смотреть в глаза людям. Я уверен, что таким образом мы можем построить Беларусь не только для тех, кто уже при деньгах, кто уже при власти, как это есть сегодня, а построить Беларусь для всех остальных 9,5 миллионов граждан. Поэтому я иду на выборы. Я уверен, мы можем построить такую Беларусь. Я уверен, каждый в Беларуси сегодня достоин лучшей жизни. Спасибо, Андрей. И следующий выступает Владимир Непомнящих. Добрый день, уважаемые так называемые избиратели. Почему так называемые? Потому что в Беларуси уже на протяжении 20 лет нет выборов. Но у каждого из нас есть выбор. Я представляю объединенную гражданскую партию «Рух за свободу», которыми являюсь. Но в настоящей избирательной кампании я являюсь кандидатом протеста. Кандидатом протеста одним из 30. 29 человек власть зарубила и не допустила для участия в этой кампании. Поэтому я придерживаюсь тактики Николая Статкевича. Необходимо поломать сценарий Александра Григорьевича Лукашенко и Ермошиной. В нашей стране выборов нет. Поэтому я призываю людей, находясь в пикетах, записываться наблюдателями. Только если на каждом избирательном участке у нас будет 1, 2, 3 человека, независимых наблюдателя, мы можем смело говорить, что у нас в Беларуси нет выборов. Есть только Лукашенко, который залез во власть и которого нельзя выгнать. Вы посмотрите, что он вытворяет. Мало того, что совершил преступление, захватив и удерживая преступным путем власть, он начинает угрожать белорусскому народу. Лукашенко не царь, не князь какой-нибудь, не король. Лукашенко обыкновенный менеджер, которого назначил белорусский народ. Спасибо, Владимир. И следующий я прошу выступить Ольгу Ковалькову. Ольга, пожалуйста. Вітаю вас, дорогие белорусы. Меня зовут Ольга Ковалькова. Я заявляюся с уструшенёй архкомитету партии белорусской христианской демократы. Народилась я живу в Минску, маю юридичную и экономичную эдукации. Я, як кожный белорус, стамилася 26 годов бачить один тварь по телебаченні. На кожном моем пикете люди кажуть, нам потрэбный новый президент. Сё не на улицах отбывается народный импичмент Лукашэнку. Люди стоят тысячами у чергах за свободой, за пираменами. И только один человек не зауважае, як миллионы кажуть, Лукашэнка сыхоть. Я удельничаю гэтай кампані, каб вярнуць белорусам права выбираць сабе уладу. Уладу, якая будзе клапатіцца пра кожного белоруса, пра кожную сямью. Сё не ўсі наші падаткі ідуць на іх ауто, на палацы, на іх дамы. Мільйоны бюджета укладаються у стратные підприємства. У мене єсть план перамоги. Я прошу кожного з вас сёння зробити один безпечний крок – стати сябром участкової комісії, ці назиральникам на выборах. Спасибо, Ольга. Благодарю всех наших участников за выступление. И сейчас мы переходим непосредственно к дебатам. Каждому із вас по очереди я буду задавать вопрос. У вас буде гарантированное время для ответа – 90 секунд. Затем остальные трое участников смогут вступить с вами в дискуссию, прокомментировать ваш ответ или, возможно, захотят задать вам ещё какой-то вопрос. На это у них будет 45 секунд. Перед дебатами наши корреспонденты вышли на улицы Минска и поинтересовались у людей, какие вопросы они хотели бы задать потенциальным кандидатам в президенты, если бы у них состоялась с ними личная встреча. Пожалуйста, внимание на экран. Насущные проблемы. Чтобы была свобода выбора, чтобы люди могли выйти и высказать своё мнение на улице, чтобы их не били, не колотили и так далее. И провокации не устраивали. Чтобы было как в нормальных цивилизованных странах. Власть менялась, как положено. Всё шло, как положено. А не через дубинку. Не через кулак, не через дубинку. Уже надоело 26 лет. Где белорусская культура, где наша мова, где наши песни, а то разных неких там, яких, Кадышевой, там Бабкиных, этих, ну, я уже не хочу российскую попсу. Медали, ординары сдают. А где наши? Где наша культура? А где наша наука? А где наша эдукация? Мне хочется тоже перемен, мне хочется вперёд идти, не топтаться на месте. Понимаете, может быть, у человека со старой какой-то психологией, я допускаю, что он не может вперёд двигаться, он не может просто психологически принять того, что сейчас требует время. Просто психологически. Но человек с другой психологией, или просто достаточно умный человек, он поведёт вперёд. Я бы спросил, как мы будем жить дальше, что нам делать. Единственное, что я могу сказать, что один кандидат в президенты сказал бы точно, что я всё знаю, я лучше всех знаю. И, честно говоря, вот эти высказывания этого кандидата уже поперёк горла. Я бы спросила, как мы дальше жить будем, когда уже хочется этого хамства, это бескультурия, это жлобство, это постоянное оскорбление народа, собственно. Хочется иметь в лице президента интеллигентного, грамотного человека. И когда я услышала слова, я Беларусь никому не отдам, кто её забирает? Мы, мы народ, мы хотим жить в своём государстве. Мы никому ничего не отдадим сами, чтобы жили наши дети, внуки. Что ещё? Только выборы хочу. В данном случае надо выработать план X на случай разгона мирных акций. Это у нас будут митинги, это у нас будут собрания с теми кандидатами, которых утвердит Лидия Ермошина. На эти митинги будет собираться максимальное количество людей. Надо, чтобы эти кандидаты обезопасили мирное население. У меня вопрос только один. Как они вот в нашей обстановке собираются победить президента? Вот главный вопрос. Потому что честных выборов у нас не будет. И действительно, чтобы что-то в стране менять, сначала нужно прийти к власти. И вопрос по существу, как это сделать на выборах, которые не являются честными. Андрей Дмитриев, я прошу вас ответить на этот вопрос. Как вы собираетесь победить на таких выборах? Пожалуйста, у вас 90 секунд. Мы буквально вчера обратились с предложением собственно говоря, ко всем кандидатам и ко всем людям. Давайте действовать поступательно. Во-первых, сейчас до 21 июня мы можем пробиваться в участковые комиссии. Как руководитель общественной организации «Говори правду», мы как общественная организация мы можем давать направление людям в участковые комиссии. Поэтому сейчас наша задача всех вместе, всех, кому важен голос, пытаться пробиваться в эти участковые комиссии. Для этого вы можете обращаться к нам в «Говори правду». Мы направим вас. Следующий шаг будет шагом наблюдения. Массовое наблюдение. На каждом участке должно быть несколько человек. И мы так же, как «Говори правду», и я как кандидат, мы будем делать все, чтобы наблюдателей было как можно больше. Вот сделать так, чтобы общество стало частью политики, стало не смотреть со стороны, а действительно участвовать в политике и видеть, как это сегодня делается. И, собственно говоря, добиваться, чтобы именно от нашего выбора, от нашего участия зависело наше будущее. Мы только таким образом можем защитить наш выбор. И всегда важно помнить, что после 9 августа будет 10-е, 11-е, 12-е. И нужно это сделать не один раз в 5 лет, а надо это делать постоянно, каждый день. И тогда перемены в Беларуси будут и в этот раз, и тогда они не закончатся через 2-3 дня, а будут продолжаться, и будут перемены для людей. Спасибо, Андрей. У остальных участников сейчас есть возможность прокомментировать выступление Андрея. Напомню, на это у вас есть 45 секунд. И давайте начнем с Ольги Ковальковой. Ольга, пожалуйста. Ну, я хотела бы напауно драговать, и, конечно же, вылучшаться участковой комиссии на зеранях – это классно. И хотелось запытаться у Андрея, циличить Андрей легитимным сегодняшнего президента, який с 96-го года фальсификует выборы и утромлевует ладу. Владимир, пожалуйста, вы. 45 секунд. У меня по большому счету нет вопросов. Единственное, я могу сказать, что я являюсь кандидатом протеста. Я не верю в справедливость выборов. Я знаю, что Лукашенко с Ермошиной опять обманут, будут пытаться обмануть народ. Поэтому я, как и все, призываем наблюдателями быть, записываться в участковые комиссии. Только таким образом мы можем проконтролировать, чтобы каждый, кто присутствовал на избирательном участке в качестве наблюдателя или члена комиссии, мог смело любому сказать, я там был, я там видел это. Все власть, как и прежде, продолжает обманывать народ. Я не верю в то, что сейчас будут честные выборы. Спасибо большое, Владимир. И, Сергей, пожалуйста, ваши комментарии. Да, мне хотелось бы сказать, что наблюдение — это правильно. Мы должны максимально закрыть избирательные участки своими людьми, которые будут проводить осмотр и давать свой определенный фидбэк по тому, как происходит процесс. Но мы это делаем уже последних 20 лет. Совсем по-другому будет складываться ситуация, если те люди, которые считают, которые, в принципе, на фотографиях, которые мы видим впоследствии в избирательных участках, стоят к нам спиной, поймут, что за ними люди, что они не одиноки и что административный ресурс не сделает им плохо. И только в том случае, если мы будем вместе, если люди поймут, что мы в команде, можно что-то изменить. Спасибо, Сергей. И Андрей, у вас сейчас будет 60 секунд, чтобы подвести какое-то резюме обсуждения. И хочу напомнить, что Ольга Ковалькова задала вам вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко легитимным президентом. Пожалуйста. Я считаю, что время Александра Лукашенко прошло. И уверен, что сегодня Беларусь построена, по сути, для тех, кто уже наверху при власти или при деньгах. Это нужно изменить. Это надо менять всем нам вместе, если мы хотим, чтобы Беларусь была сделана для нас, для всех остальных 9,5 миллионов граждан. Мы поэтому призываем к наблюдению, к участковым комиссиям. Мы открыли сайт nazirani.by, куда вы можете пойти и записаться, потому что уверены, мы можем построить власть для людей. И, собственно говоря, для этого надо, чтобы только эта власть была отчетна перед людьми, думала постоянно про людей и знала. Она будет сменена через 5-10 лет законным мирным путем. Поэтому еще раз призываю всех становиться наблюдателями, защищать свой голос, не чью-то победу, свой голос, для того, чтобы на самом деле защищать будущее наших детей. Спасибо, Андрей. Ну, вот даже по ответам наших респондентов на улице видно, что люди устали от несменяемости власти. При этом нынешняя редакция Конституции не содержит ограничений по количеству сроков, которые один человек может занимать, может быть президентом Беларуси. Владимир, и мой вопрос к вам. Как вы считаете, нужно ли вернуть в Белорусскую Конституцию ограничения по срокам нахождения на посту президента? Поможет ли это как-то исправить ситуацию? У вас 90 секунд. Пожалуйста. Я глубоко убежден в том, что надо не убирать с этой Конституции что-то, а вернуть Конституцию 1994 года, натуральную Конституцию, которую гражданин Лукашенко, извините, изнасиловал и растоптал. Он сделал себя пожизненным, но это не должно быть, срок от силы два, и человек должен уйти. А потом должен быть трибунал. Хорошо работал ордена медалей, памятник, обеспечение на всю оставшуюся жизнь. Если нет, трибунал и все прочее. Как народ решит. Поэтому Конституцию обязательно надо вернуть старую, чтобы не было вот этого пожизненного. Вот я так рассматриваю этот вопрос. У вас еще есть время, 45 секунд, чуть меньше. Может быть, что-то еще хотите добавить? Ну, что можно добавить? Я хотел бы, вот если бы я попал в президента, я бы, конечно, вернул Конституцию, вот эту, как сказал, вернул бы, значит, депутатов 12-го созыва, которых Лукашенко разогнал. Этот бы парламент разогнал, потому что он нелегитимный, и он назначил гражданин Лукашенко, и они выполняют только волю Лукашенко, а не народа. Кроме этого, я бы с них, с этих так называемых депутатов, удержал все деньги, которые им платила власть, в доход государства, и не учитывать им стаж нахождения в палатке. Вот это мои такие первые желания. Спасибо большое, Владимир. И теперь комментарии других участников. Сергей Черечень, пожалуйста, прошу вас. 45 секунд. Что касается комментариев, то могу сказать, что возвращение Конституции 94-го года многие считают верно. Конституция, которую мы имеем сейчас, да, она не идеальна. Да, есть вопросы, которые необходимо, конечно, редактировать. Но, по сути, вопрос-то не в Конституции. Вопрос не в том, что у нас написано на бумаге. У нас очень много правильных вещей декларируется. Совсем другое, как это все выполняется. Какие механизмы взаимодействия, какие механизмы соблюдения тех прав и обязанностей, которые задекларированы на бумаге. И вот на это необходимо в большей степени обратить внимание. Мы очень много можем заниматься бюрократией, но если мы не будем заниматься делом и выполнять то, что декларируем, мы ни к чему не придем. Спасибо большое, Сергей. И Андрей, пожалуйста, вам слово. В отличие от Сергея, я, конечно, считаю, что вопрос в Конституции, вопрос в том, по каким правилам мы живем. И в свое время, в 2014 году, мы организовали сбор подписей за инициативу «Народный референдум». И там было три главных вопроса. Первый – это за бесплатную медицину образования. Второй – прямые выборы мэров, чтобы люди сами себе выбирали глав городов. И третий – это ограничить двумя сроками нахождения одного и того же человека у власти. И, конечно, будучи президентом, это будет первое, что мы сделаем. Мы изменим Конституцию таким образом, чтобы больше никогда, никогда в истории Беларуси не было повторения того, что есть сегодня, что один и тот же человек бесконечно, как будто он генсек, занимает свой пост. Президенты должны приходить и уходить. Хороший, плохой, до свидания. Спасибо большое, Андрей. И, Ольга, пожалуйста, вам слово. Конечно же, основное, что треба заменить в Конституции, это переразмеркование полномодства президента. Я выступаю за то, как президентом не мог быть человек больше за два термины запор. И, как все основные функции по кированию краины лежали на законно обранном парламенте у Беларуси, сегодня мы не абираем уладу, за это у нас все проблемы. И видовошна, что есть уже великий кризис, когда один человек кирует всеми глинами улады, и такого не повинно быть. А для того, как заменить Конституцию, Лукашенко повинен сезти. Спасибо, Ольга. И, Владимир, мы возвращаемся к вам. Пожалуйста, у вас есть еще 60 секунд, чтобы подвести итоги. Значит, подводя итоги, я могу сказать, что возвращение Конституции 1994 года и установление одного-двух сроков для нахождения у власти президента, значит, это будет гарантировать то, что не позволит себе делать пожизненный президент, то, что является на данный момент примером, как ведет себя Лукашенко. Если человек знает, что он побудет срок 2, он будет вести себя корректно, уважительно к народу и не будет нарушать закон. Это вот результат правления Лукашенко, то, что бабушки, дедушки сделали его пожизненным. Сейчас бабушки, дедушки ему не нужны. Сейчас его цель, чтобы они умирали, чтобы не надо было платить деньги на пенсии. Поэтому я глубоко убежден, что только ограничение срока президента и по большому счету я за парламентскую республику. Если президент, то должен быть представителем в других государствах, не более того. Спасибо большое, Владимир. И следующий вопрос я хочу задать Ольге Ковальковой. Ольга, в демократических странах политические партии являются одним из важных субъектов политической жизни, имеют реальные рычаги давления на власть, на процесс принятия решений. В Беларуси же партии малочисленные, у них не хватает ресурсов, нет возможности влиять на решение властей, а некоторые партии даже не имеют возможности зарегистрироваться. Ваше мнение, в такой политической ситуации, в такой политической системе в принципе нужны ли в Беларуси политические партии? Пожалуйста, у вас полторы минуты на ответ. Спасибо за вопрос. Для развития нормальной политической системы политической партии это основа. И то, что происходит сейчас в Беларуси, это видовольно репрессии супрац политических активистов. И политические партии сегодня являются махчымасцю беспечно дейничать. Я представляю оргкомитет по стороне партии Беларусской христианской демократы, и мы уже восемь разов спрабывали зарегистровать политическую партию. Я лечу, что политическая партия дает вельмешмат махчымасцю у делу у политическом житии. Это вылучение кандидатов, это, по-перше, и у дел у выборах. И, не региструючи политические партии, улады позбавляют махчымасцю полновартыстного у делу политическом житии. Мы выступаем за змены законодавства, за плюралізм мерковання и лечу, что усе идеологии, усе политические партии повинны быть представлены на ровных умовах у Беларуси. Только после этого мы можем сказать про нормальное развитие политической системы. Без политических партий, без розыг идеологии немахчыма. Махчыма только то, что отбывается зараз. Это одна идеология, это номенклатура, это то, что есть про Лукашенко. Поэтому для того, как нам рухаться далей, треба, по-перше, дать махчымасть выказываться каждой политической силе у Беларуси без репрессий и без политичного тиска. Спасибо, Ольга. Теперь время для ремарок от других участников. По 45 секунд есть у каждого. Сергей, пожалуйста, вам слово. Да, я соглашусь с тем, что плюрализм мнений это очень важно в построении любого государства, но еще и очень важно лидеры. Лидеры мнения, лидеры организаций, общественных организаций, политических организаций, потому что партийные структуры, не имеющие своего лидера, это, в принципе, номинальные организации, которые в любом случае не будут принимать активное участие в жизни нашего государства. партии, поэтому партии нужны, лидеры нужны, и плюрализм мнений тоже нужен, но мы живем в Беларуси, и мы понимаем, что мы придем к этому только после того, как наша вертикаль изменится. Спасибо, Сергей. Андрей, пожалуйста, вам слово. Я считаю, что в Беларуси вообще не нужна вертикаль. Это то, что сегодня дорого, безумные деньги мы тратим на этих чиновников, и при этом она построена таким образом, чтобы слышали только начальников, и совсем не слышали людей, чтобы мы все слушали голос одного, а не чиновники слышали голоса миллионов беларусов. Поэтому первое, что мы должны сделать, это избавиться от вертикали, а вместо этого дать право людям самим выбирать глав своих городов, дать право людям оценивать работу госорганов, и от этой оценки будет зависеть и их зарплата, и то, как они работают, и продолжение их контрактов. Тогда мы действительно увидим Беларусь, в которой мы хотим жить, и из которой не хотим никуда уезжать и отсылать сюда своих детей. Поэтому никакой вертикали и экономия на чиновниках. Спасибо, Андрей. Я напомню, что мы обсуждаем вопрос, нужны ли в Беларуси политические партии при нынешней системе власти. И, пожалуйста, Владимир, не помнящих, у вас 45 секунд. С Ольгой я полностью согласен. Партии нужны, но не только партии и общественные объединения. И это, кстати, наличие большого количества партий и общественных объединений, это дает возможность власти вести правильный курс. Послушали правых, послушали левых, решили, пошли посредине, и будет все замечательно. Вот такое мое мнение на этот счет. Партии должны быть обязательно. И общественные объединения. Спасибо, Владимир. Ольга, и у вас есть еще 60 секунд для того, чтобы подвести итоги. Беларусь, из-за какой кожный из нас не захочет заезжать, пачнецца только после того, як Лукашенко сэдзи со своей пасады да смесца интеллектуальным, профессийным людям, які хочуть будавать гэту краину на ровности умоваў, на правах человека, на клопоте про кожную сямью. И першая гэта зменіць Уладу. Пасля таго, як мы зменім Уладу, можна будзе казаць пра реформы, можна будзе казаць пра палітычныя парты, пра іх развіццё, пра ідеалогі. Сёня для людзі важна захаваць працонай месцы, паклопатіцца пра іх пасля пандымі коронавірусу, якой Улада паказала паўную бездіянасць і Лукашэнка схаваў галаву ад праблемы. Толькі пасля гэтага мы зможам казаць, што палітычныя парты маюць моц. Але, канешні ж, для таго, каб гэту альтернатыву Уладзі працтавіць, я заклікаў ўсіх дэлучацца дай беларускай хрэстянскай дэмакраты, бо сёня нашы сілы з Уладзі павінны быць ровнымі. Спасиба бачоя, Ольга. Сьогодні звучат очынь разныі мнені відносітельна участия либо неучастия в выборах, того, що може произойти пасле выборов, разными є у политиків, у активістів, у общественних деятелей. Один із них – це Владімір Мацкевич, і я предлагаю сейчас послушать, що він думає о выборах і які у нього є вопросы к потенціальним кандидатам. Внимання на екран. Добрый день всем участникам дебатов. Я познакомился со всеми вами по открытым источникам, а многих знаю лично. Поэтому уверен, що двоє чи троє із вас могли би бути хорошим президентом в нормальній стране, в нормальному государстві с разделенням властей і в нормальній ситуацій. Але государство у нас извращённе. Це авторитарна диктатура, де диктатор обладає неограниченной властью, і ситуація у нас ненормальна. Отсюду у мене к вам всього два вопроса. Диктатор, решивший остаться у власти, пойдёт на всё, щоб эту власть сохранити. Для нього не существует красной черты, за которую он не мог переступити. В його репертуаре ложь, провокации, шантаж, поиски компромата на каждого из вас, ну і, конечно, прямое насилие. Якщо диктатор не собирается останавливаться ни перед чем, щоб удержати свою власть, для нього нет красной черты, через которую он не мог бы переступить ради собственной власти. Есть ли у вас такая красная черта? Есть ли предел в борьбе за власть, который вы не сможете преодолеть? Если диктатор пойдёт на разгон площи, а площа будет, никто не будет у вас спрашивать разрешения, людей выведет гнев и справедливое негодование о покранной справедливости. Площа будет? Готовы ли вы возглавить эту площадь, при всём при том, что никто из вас не является уличным лидером или тактиком уличной борьбы? И готовы ли вы взять на себя ответственность за ту кровь, которую диктатор прольёт, если площа будет? К сожалению, многие и многие помнят события 2010 года, когда после президентских выборов последовал жёсткий разгон площади, затем было множество судов над участниками как избирательной кампании, так и теми активистами, теми людьми, которые вышли на площадь. И об этом спрашивает Владимир Мацкевич, готовы ли потенциальные кандидаты взять на себя ответственность за тех людей, которые выйдут на площадь, за то, что может произойти, и есть ли какая-то черта, которую вы не можете приступить в борьбе за власть. Сергей, пожалуйста, первым я прошу вас ответить, у вас 90 секунд. Вопрос прозвучал, на что вы готовы при борьбе за власть? Какую черту вы не готовы приступить? Я бы хотел просто немножко скорректировать вопрос, мы не боремся за власть, мы боремся за реформы, мы боремся за изменения, мы боремся за людей. И вот с этой подачей мы готовы на очень многое, и красных линий у нас нет. Если мы будем понимать, что за нами люди, что с нами люди, что мы несем перед ними ответственность, и что у нас нет других вариантов, как изменить действующую власть, то, конечно, мы призовем поддержать наши команды, мы призовем поддержать всех демократических кандидатов, чтобы принести в нашу страну изменения, реформы и преобразования. Они нам нужны, мы это видим, потому что, когда мы сейчас ездим по регионам, по регионам я не видел раньше столько боли и столько безысходности в глазах людей, которые есть сейчас. И я прекрасно понимаю, что когда вот уже больше 75 тысяч людей отдали, подписали за нас документы о том, что мы можем участвовать в кампании по выборам президента Республики Белорусс, я понимаю, что за мной очень большая ответственность. Люди доверились, люди надеются, и, соответственно, мы должны идти вперед и работать. И отступать нам уже некуда, слишком много людей за нашей спиной, поэтому мы будем идти до конца. Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что вопрос звучал, есть ли такая черта, которую вы можете приступить в борьбе за власть, и готовы ли вы взять ответственность за тех людей, которые выйдут на площадь после выборов. И, пожалуйста, и следующий, пожалуйста, Андрей Дмитриев. 45 секунд у вас. Я считаю, что Владимир Мацкевич занимается манипуляцией, как бы заранее, говоря нам о том, как будет, а на самом деле уверен, что у нас сегодня еще есть большой ресурс для того, чтобы все-таки сменить власть мирно. И это то, чего добиваемся мы нашим участием. Я считаю, что это то, что сегодня делают люди, когда встают в очереди, в пикеты, показывая, как много людей поддерживает альтернативу. Это то, что будет очень важным, когда люди пойдут сейчас в избирательные участковые комиссии в наблюдение. Когда власть увидит, что действительно страна находится уже на другой стороне, я уверен, мы сможем добиться мирного перехода, бескровного. Считаю это своей целью. И это как раз таки и есть настоящая ответственность за людей. Спасибо, Андрей. И Владимир Непомнящих, выйдут ли люди на площадь и готовы ли взять ответственность? Как я уже ранее говорил, я являюсь кандидатом протеста. Я не иду во власть. Я хочу смещение Лукашенко с власти. Я на сегодняшний момент призываю людей не являться на избирательные участки. Избирательные участки должны быть пустыми. И я требую, чтобы Лукашенко отстранил Ермошину от занимаемой должности, сам снял свою кандидатуру и не угрожал белорусскому народу. При назначении новых выборов без участия Ермошиной и никакой крови, никакой площади не будет. Если будет площадь, если Лукашенко останется, то это будет, я уверен, кровь. Я могу стоять рядом со всеми. Только рядом со всеми могу стоять и брать на себя ответственность. Спасибо, Владимир. И Ольга Ковалькова, 45 секунд у вас. Хочу завернуть вашу увагу на то, что только один человек в нашей краине сегодня говорит о сценарь Майдану. И этот человек сегодня означаливая нашу краину. Тому, калі таки сценарий у Беларуси отбудется, уся отказанность за гэта буде лежать на Александру Лукашенко особиста. Бо сегодня я, мои поплечники, моя команда выступают только за мирные перемены. И, конечно, мы готовы выходить на площу, готовы подтрымливать миллионы белорусов, які сегодня уже стоять в чергах за переменами. И кажут Лукашенко, капьон сошел со своей посады мирно. И я, отрознені, вот у Сергея, змагаюся за уладу, бо только змагаючися за уладу и приходячи до ЯЕ, можно провести у Беларуси реформы. Спасибо большое, Ольга. Сергей, у вас будет еще 60 секунд на итоговый ответ. Я лишь хочу уточнить, вы сказали, что да, вы готовы взять ответственность за своих избирателей. Но в случае, если будет фальсификация, готовы ли вы лично выйти на площадь, на улицу, защищать их голоса? Да. Если мы поймем, что с нами люди, если мы поймем, что не только наша команда выйдет защищать голоса наши и тех людей, которые проголосовали за нас, у нас не будет другого варианта, как присоединиться или возглавить этот протест. Скажу одно. Три месяца назад я практически не верил в то, что у нас выборы пройдут по другому сценарию, не такому, как в 2015 году. Сейчас я верю и вижу возможность по изменениям, по реформам. Наша команда, мы не революционеры, мы эволюционеры. Мы за развитие и действительно мирный переход власти. Но разные ситуации бывают, и мы живем в Беларуси. Если мы говорим о том, что мы чего-то добьемся, вот если, если, если и наша основная задача, чтобы были мирные перемены, это хорошая задача, это важная задача. Но давайте быть реалистами и говорить о том, что мы в первую очередь должны отстаивать свои права и права наших людей. А это не всегда мирные перемены. Спасибо большое, Сергей. И я теперь хочу предложить вам поговорить об еще одной важной теме экономика. Прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда для Беларуси не очень оптимистичны. Они прогнозируют падение ВВП, при этом госдолг страны растет. В условиях пандемии при полном отсутствии поддержки со стороны государства страдают малые предприятия. Эксперты прогнозируют дальнейший рост безработицы, рост цен. И что делать в такой ситуации? Андрей Дмитриев, я хочу у вас спросить, какие вы видите возможности для спасения экономики? И если вы станете президентом, какие будут ваши самые первоочередные шаги именно в экономической сфере? У вас 90 секунд. Пожалуйста. Сегодня, безусловно, экономика находится в очень тяжелом положении. На самом деле, только это общие слова. В реальности, это люди, которые сегодня выживают на эти самые по 500, только казалось, что это в рублях. Поэтому нужно, во-первых, сократить расходы на чиновников и сократить, в принципе, расходы бюджета на те траты, которые позволяют чиновникам обогащаться, но ничего не приносят люди. Во-вторых, мы должны отменить декрет о тунеядцах, а эту базу использовать для того, чтобы помогать людям в сложной ситуации, если они потеряли работу. Чтобы человек понимал, у него есть запас 2-3 месяца пройти тяжелый этап. Конечно, мы должны сегодня вкладывать, вкладывать и снова вкладывать в региональное развитие. Это то, что будет двигать страну вперед. И я уверен, что если мы там добьемся, чтобы к нам приходили инвестиции в регионы, чтобы в регионах появлялась зарплата, а не просто, что называется, бесплатная работа, то мы увидим, как Беларусь очень быстро идет вперед. И мы также должны помнить, что помогать нужно не только тем, кто сегодня работает, но и пенсионерам. И мы должны остановить этот бездумный рост пенсионного возраста. Я буду выступать против. И наоборот, содействовать тому, что если человек сегодня на пенсии находит работу, у него не будут забирать эти 20% его пенсии. Вот если мы перестроим экономику с чиновников на людей и будем помогать тем, кто в беде, помогать открывать предприятие, а не мешать этому, все будет у нас нормально и мы увидим и рост, и достойные зарплаты. Спасибо, Андрей. Владимир, есть у вас какие-то ремарки, комментарии, замечания к выступлению Андрея? Я могу добавить еще в выступлении Андрея, значит, обязательно разделение властей. Обязательно. Независимый суд должен быть. Почему? Потому что ни один нормальный здравомыслящий инвестор не пойдет, когда все делается по указке сверху. Только так. Отменить все декретивки и указивки вот эти, которые делает белорусский народ рабами. Дело в том, что народ Беларуси грамотный, эрудированный, трудолюбивый. И я согласен с Андреем, что при смене власти если придет нормальный, адекватный человек, то мы быстро пойдем вперед. Надо дружить не только с кем-то, вернее, дружить против кого-то. Нам надо дружить со всеми. Просто дружить. И с Россией дружить, и с Европой, где технологии. Но больше, на мой взгляд, надо смотреть в Европу. Спасибо, Владимир. Ольга, ваш черед. Есть у вас какие-то вопросы к Андрею, замечания? Пожалуйста. Ну, конечно же, развитие экономики в первую шагу повинен стать А вот мне хотелось запытаться у Андрея. Он вельми шматкажет про допомогу людям, какие реальные выники его працы за весь час. Вот мне с командой есть что сказать, бы реальные изменения в законодавстве были. А что есть сказать правдивого у Андрея? Спасибо, Ольга. У нас еще остался Сергей, у которого тоже возможно есть вопросы либо замечания. Пожалуйста, Сергей. Нет, я хотел просто сказать о том, что, да, все мои оппоненты сейчас говорили о неэкономике. То есть они говорили о том, что надо кому-то помочь, что надо что-то сделать, что конкретно. Вот в этом большой вопрос. И я, как бизнесмен, который, в принципе, сделал себя сам и который каждый этап построения бизнеса или ведения бизнеса у нас в стране прошел, я прекрасно понимаю, что все очень просто. Если мы дадим возможность реализации людям, если мы создадим у нас хороший инвестиционный климат и просто не будем мешать создавать инфраструктурные решения, которые помогут нашей стране идти вперед, все, само собой, очень быстро придет в норму, в европейскую норму. Спасибо, Сергей. Я напомню, что мы обсуждали возможные экономические меры для улучшения экономической ситуации. Отвечал на вопрос Андрей Дмитриев. И в процессе дискуссии Ольга, у нее возник вопрос, что конкретно сумела сделать команда «Говори правду», какими достижениями можете похвастаться, Андрей? Пожалуйста. Я сначала начну с того, что вот я был в Слудске и ко мне подошел ИПшник, рассказал, у него трое детей, да, и он говорит, для меня политика была вообще не моим делом, пока ребенок не съездил в Европу, не вернулся и не сказал, я хочу уехать навсегда. И говорит, теперь это просто для меня кошмар, я понял, что я останусь здесь один. Вот Сергей сказал, что экономика это люди, экономика это то, как они живут сегодня, что они видят, открывая холодильник, и надо ценить людей. Поэтому мы, понимая это, в свое время продвинули указ о самозанятости, чтобы к человеку не приходили со штрафами за то, что он сам там печет пирожки и продает что-то, а наоборот ему помогало государство. И точно так же я уверен, что это конкретный шаг отменить декрет о тунеядстве и помогать тем, кто потерял работу реальной помощью. Это конкретный шаг, не только говорить про бизнес, говорить про людей, потому что не все сегодня в бизнесе, но все имеют право на достойную жизнь и на то, чтобы оставаться здесь, жить тут, строить тут семьи. Спасибо большое, Андрей. Владимир, следующий вопрос у меня будет к вам. Крупные предприятия, которые у нас принято называть флагманами экономики, находятся в госсобственности. Как вы считаете, надо ли их приватизировать, чтобы сделать более эффективными, или госуправление тоже может быть эффективным? Пожалуйста, у вас полторы минуты. Ну хорошо, развитые предприятия, конечно, не надо ничего приватизировать, но такие предприятия, которые наладан дышат, надо приватизировать, даже приглашать специалистов из-за границы, пусть даже с России, пусть даже с Европы, Франции, Германии, люди найдутся, которые разбираются в этом и поднимут это предприятие. Я далеко не буду ходить, вот у меня в Гомеле фабрика «Спартак», конфеты выпускает в свое время. Марат, Марат, как его, короче, неважно, значит, занимался бизнесом, развил это предприятие, эти конфеты наши гремели на весь мир. Потом Лукашенко не понравилось, что он вывозит куда-то деньги свои, свои, он оплатил налог, он зарплату сделал людям хорошую. Спрашивается, Александр Георгиевич, какое твое дело, куда вывозит человек свои деньги? Закрыли, приватизировали там Лукашенко, все развалилось опять, никого нету, все, конфеты никто не любит эти. Вот пример, живой пример. Спасибо, Владимир. Ольга, если у вас есть какие-то комментарии к словам Владимира либо вопроса к нему, у вас 45 секунд. Ну, конечно, когда сказать про стратные предприятия, то я личу, что треба приватизации, потребно передать стратные предприятия приватным улазникам, потому что только приватный улазник является эффективным. И вот, когда сказать на реплику Сергея, про то, что мы тут не скажем про экономику, то мы скажем про экономику, ольга, як досягнуть инвестиции, кали в Беларуси, например, нема незалежной судовой системы. Сюда не идут инвесторы. До нас никто не хочет исти в Украину, бо сегодня никто ни с грамадзян, ни с бизнесу, ни оборонены незалежным судом. Тому тут важно провести реформу судовой системы. А гэта махчима, только кали Лукашенко сэдзи со своей пасады на его месце придуть люди, які саправды хочуть змянить ситуацию до лепшого. Спасибо, Ольга. Сергей, пожалуйста, ваши 45 секунд. Немножко затрону судебную реформу. У нас, в принципе, законы, у нас, в принципе, судебная система на бумаге. Она нормальна. В принципе, с этим можно жить и работать. То, что у нас институты не функционируют как должны, это совсем другое дело. А что касается приватизации? Для многих, особенно российских, инвесторов приватизация это во многом размещение капитала без дальнейшего рабочего процесса. Это просто они прячут деньги в различных странах, в различных юрисдикциях и все. То есть, это замороженные капиталы, которые не приносят профит о стране. Поэтому необходимо частично провести приватизацию, ввести в состав директоров тех людей, которые будут заинтересованы в развитии предприятий, и с этим работать дальше. Спасибо, Сергей. Я напомню, что Владимиру я задавала вопрос о том, необходима ли приватизация госпредприятий. У нас еще остался Андрей, у которого тоже есть право на ремарки либо вопросы к Владимиру. Андрей, пожалуйста, 45 секунд у вас. Я считаю, что приватизация это не как бы не может быть ответом на все вопросы. Давайте просто это кому-то отдадим и бог с ним, что будет с людьми. Сначала люди. Сначала что получит человек? Мы говорим про то, что человек, который теряет сегодня работу из-за того, что предприятие закрывается, должен получать две трети оклада в течение трех месяцев для того, чтобы иметь возможность переобучиться или открыть свое дело. Второе, надо к каждому предприятию подходить индивидуально. Не принципиально, какая там собственность, госсобственность или частная собственность. Принципиально эффективно это предприятие или нет. Вот разобраться с предприятием, понять, где мы можем зарабатывать, а что нужно реформировать, это первая задача. А не просто бездумно все кому-то отдать и потом бегать и не понимать, где у нас будут работать люди и вообще, что с ними будут и снова отправлять их в Польшу на стройки. Спасибо, Андрей. Владимир, у вас еще 60 секунд для подведения итогов. Комментируя ваш ответ, видите, участники затронули не только приватизацию предприятия, но еще и реформу судебной системы, которая, как они считают, тоже необходима. Кстати, я про систему судебную тоже сказал сразу. Хочу заметить, что до тех пор, пока у власти будет Александр Егорьевич, никаких перемен ни в экономике, ни в политике нигде не будет и не ожидается. Как только сменится власть, придет нормальный человек, когда будет избран в законный парламент, когда будем решать сообща все вопросы, тогда и будет прогресс. Это у нас, Александр Григорьевич, я извиняюсь, и строители, и космонавты, и проктолог, и гинеколог, и ассанизатор, он во всех делах. Я не такой специалист. Если бы я попал туда, я бы набрал себе команду грамотных и прислушивался к их мнению. У нас, посмотрите, сколько грамотных людей. Далеко не будем ходить. Объединенная гражданская партия, даже разработана программа «Миллион новых рабочих мест», которую невозможно осуществить, хотя и она была представлена в администрацию президента. Все лежит мертвым грузом. Только Лукашенко знает все вопросы. Спасибо большое, Владимир. Мой следующий вопрос будет адресован Ольге. Во многих странах драйвером экономики стал малый бизнес, малые предприятия. На ваш взгляд, Ольга, в Беларуси какие шаги нужно предпринять для того, чтобы дать зеленый свет именно инициативе граждан, инициативе малых предприятий, чтобы развивался малый бизнес? Полторы минуты у вас на ответ, пожалуйста. Дякую, Татьяна, за питание. Саправдай, я сегодня гэта хвалюю большинство беларусов, и наша экономика так побудована, что фактично деловая инициатива не стимулюется в Беларуси. Я лечу, что потребна модернизация климата внутри краины. Павинный быть диалог помеж уладой и помеж бизнесом. Павинный мы павинный приватный бизнес кромя податков, он платит вельми шмат, а зарабляя не так шмат. Он повинный сегодня створать прационные месяцы для беларусов. Спасибо, Ольга. Сергей, пожалуйста, ваше время для ремарок, либо, может быть, замечаний, вопросов к Ольге по теме. Я напомню, что я спрашивала о том, какие конкретно шаги нужны для того, чтобы частный бизнес мог развиваться в Беларуси. Да, что касается власти и поддержки малого и среднего бизнеса, нам не нужна никакая поддержка. Нам необходим обычный рынок, обычный рынок без каких-то там компаний, которые имеют монополию либо государственных структур, которые занимаются тем, что они пилят внутри своих организаций определенные бюджеты, нам необходим просто рынок. Налоги? Налоги у нас нормальные. В европейских странах они гораздо выше, чем у нас, поэтому тут не надо говорить о том, что у нас не очень хорошая юрисдикция. У нас не очень хорошая юрисдикция, потому что мы не можем забрать свои деньги. Мы оказываем услугу или поставляем товар в тот же госсектор, который составляет 75%, а мы потом не можем забрать эти деньги. Мы не можем заплатить зарплату, мы не можем заплатить налоги. Очень много вопросов, которые не касаются непосредственно той ситуации, которая есть, но которая необходима. Время вышло, я вас позволю себе перебить. Андрей, вы следующий, пожалуйста, ваши 45 секунд. Главная проблема сегодня, и не только для бизнеса, но и для бизнеса, это невероятно раздутые чиновничьи аппараты, контролирующие органы. Поэтому невозможно ничего открыть, себе уже бегут. Уже куча администраций, каждый хочет что-то отщепнуть. И, конечно, в таких условиях никто не может быть прибыльным, никто не может платить нормальные зарплаты. Поэтому нам надо сократить чиновников, сократить контролирующий аппарат, запретить бездумные проверки бизнеса, а также добиться, чтобы государство и частник были в одинаковых условиях. Равные условия для всех, кто хочет заниматься бизнесом. И, конечно, сделать так, чтобы государство перестало заниматься бизнесом. Администрация президента сегодня имеет огромный аппарат управления делами. Это реальные бизнесмены. Идите в бизнес и там занимайтесь делами. А сами занимайтесь, а мы будем заниматься управлением страной. Поэтому вот тогда у нас реально будет развиваться бизнес, тогда у нас будет развиваться инициатива, тогда мы увидим снова, что появляются рабочие места в регионах, рабочие места для людей. Спасибо, Андрей. Владимир, пожалуйста. Я считаю, что главное не мешать предпринимателям. Это один вопрос. Они сами знают, вкладывают деньги, куда, как и сами разберутся. Второй главный вопрос, я уже повторюсь на эту тему, должен быть независимый суд. Почему? Потому что, если где-то власть шмурит предпринимателя, то правды нигде невозможно дойти. Я это испытал на себе, когда у меня позабирали товар, потом я дописался до министра по налогам и сборам, был такой умник Константин Сумар, который говорил, что Лукашенко выше немножко Бога. И когда я написал, что у меня незаконно товар, изъялись, что у меня прошел суд, они сказали, ты дурак, ты не можешь доказать, что это не твой товар. Товар поели крысы, мыши, и я остался в дураках на сегодняшний день. Вот и вся система. Спасибо. Владимир, Ольга, у вас есть еще 60 секунд на ответные ремарки. Я напомню, что вопрос был о том, какие конкретно шаги нужны для того, чтобы частный бизнес мог активно развиваться. Видите, я послухала Сергея, мне подается, что он ведет бизнес не в Беларуси, когда он говорит, что ему от державы ничего не нужно. Сегодня шмот, кто из моих собрал знаменных, которые ведут бизнес, не отримали у крысисной ситуации, после которой наш бизнес опынулся у ситуации с пандемией, ничего. Я не платить податки, финансуются арендные платы и государственные предприемства, и ничего не отримали от державы у крысисный период. Так вот, держава павинна в таких ситуациях в первую очередь подставлять свою спину малому и среднему бизнесу. А мы бачим, что оно только здекуется над людьми сегодня. Тому, конечно, промеры. Гэта демонополизация, знижение податковой нагрузки, скрачение циску на бизнес, либерализация кошта, и, конечно, в крысисных ситуациях допомога. Мы собрали 13 тысяч подписов петиции, и зверталися во все державные органы, и они ажицевили гэтую допомогу. Держава павинна не допомагать, стварать основу для того, как малый средний бизнес развивался, давать гэтой махчымости и подставлять спину, кали гэта потребна бизнесу. Спасибо, Ольга. Сергей, следующий вопрос будет для вас. Из-за того, что Беларусь не ввела карантин во время пандемии коронавируса, стране удалось избежать еще более глубокого кризиса, чем есть сейчас, и потери рабочих мест. Обратная сторона этой медали, стремительный большой рост количества заболевших, есть умершие. Как бы вы решили эту дилемму между спасением экономики и здоровьем людей? Пожалуйста, у вас 90 секунд. Действительно, мы в сложной ситуации находились и до пандемических настроений, и тот экономический кризис, который сейчас прогрессирует. Это большая проблема для нашей страны, но с учетом того, что 26 лет мы не смогли поставить нашу экономику на ноги, то, что сейчас происходит, вполне ожидаемо. Да, мы не могли остановить заводы, да, мы не могли остановить предприятия, но мы могли существенно ограничить передвижение людей. Если люди не нуждаются в каких-то экстренных перемещениях, они должны были сидеть дома. если необходимо посетить больницу, в этом случае конечно, но вот в таком формате, вот то, что у нас сейчас происходит, когда у нас есть отрицание проблематики, такого мы не должны были допускать. Поэтому, да, форс-мажор, да, сложная ситуация, но в чем наша основная задача? Основная задача в том, что мы должны провести реформы, мы должны перезапустить экономику, мы должны в принципе сформировать свободный рынок, привлечь инвестиции, научиться зарабатывать деньги. И только после этого мы сможем не допустить последующим таких сложных ситуаций. Да, эти ситуации случаются не каждый день, да, это очень сложная ситуация, но государство должно быть готово. Если государство не готово к такому развитию событий, значит его надо менять. Это моя позиция. Спасибо, Сергей. Андрей, у вас есть 45 секунд, чтобы отреагировать на выступление Сергея или вопросы ему задать какие-то. Пожалуйста. Я вообще считаю, что вопрос как вы задали неправильный. Нет, мы вполне могли на самом деле, например, дать людям возможность не работать три месяца выплачивая зарплату на тех предприятиях, где и так запасы например на полгода. Ничего бы страшного с этим не случилось. Говори правду, предлагала целый комплекс мер, которые не останавливали экономику, но позволяли защитить людей. И мы увидели в ответ абсолютно безответственность власти, которая предлагала нам баню, коньки, все что угодно, кроме реальной помощи. Деньги на европейские игры, на бездумные траты, на резиденции находятся, а сейчас, когда людям надо просто выписать чек и сказать три месяца у тебя есть, мы тебя поддержим, снова денег нет. У нас есть в государстве деньги, просто они идут не на людей, а на чиновников. Спасибо, Андрей. Владимир, у вас есть 45 секунд на комментарии либо вопросы? Полностью согласен и с Сергеем, и с Андреем. Андрей вот у меня с языка сорвал мои мысли про то, что ледовые дворцы деньги есть, на резиденции есть, туда-туда есть, а помочь людям нет, денег нету. Куда далеко ходить? И сейчас делай карантин, не делай мы в такой, извините, большой, этой самой, что куда не поверни, везде клин. Лукашенко довел страну до того, что куда не поверни, ничего толку не будет. Конечно, если бы не строились ледовые дворцы вот эти в каждом населенном пункте, если бы резиденции не строились, парадов не было, деньги пустить в экономику, то сейчас бы деньги были, и было бы лучше, и народу помочь можно было. А сейчас нечего делать. Спасибо, Владимир. И Ольга, вам слово, пожалуйста. Ну, фактично, я шмат сегодня казала про то, что белорусская христианская демократия робила уже и подчас пандемии, замагающаяся за правы и бизнеса, и людей, и про то, что мы робим каждый день, незалежно от той ситуации с диктатурой, какой есть в краине. Андрей сказал, что они фактично ничего не робили, але декларують шмат слову. И вот у меня такое, ж пытание до Сергея, и он каже там про организационную структуру своей парты, але я вось перед передачей погуглила, не знайшла ни одного кейса, деп ваша парты, эти вы особисты, домоглись неких зменов, эти змогались за правы белорусов, окромя вось, того, что вы сегодня сейчас эфира скажете, как и Лукашенко, я отшу риторику, что белоруси повинны были сядеть дома, а держава что, не повинна было ничего робить? Спасибо, Ольга. Сергей, пожалуйста, ответьте на вопрос, Ольги. Друзья, я реформатор, я не популист, в нашей стране сейчас нет денег, мы не умеем зарабатывать. Мы все эти годы жили за те деньги, которые получали из России, из европейских стран, у нас есть связанные кредиты с Китайской республики, которые фактически там под 50% годовых. Мы сами не умеем зарабатывать, у нас нету тех предприятий и глобальных предприятий, крупных предприятий, которые генерируют кэш. Да, мы строили дворцы, да, мы проводили парады, но мы это все делали за заемные, деньги. И если мы сейчас говорим о том, что мы как государство должны были помочь каждому человеку, я с этим полностью согласен. Но с учетом того, что у нас структура выстроена так, что у нас нету этих денег, то есть Россия прекратила финансирование нашей экономики. Все, мы стали. То есть мы не можем двигаться вперед, мы сейчас просто валимся. И чтобы выйти из этой ситуации, нам необходимы реформы, нам необходимы преобразования, нам необходим перезапуск всего. Вы узнешаливаете политическую парту, взмагаетесь за посаду президента, кажется, что вы не политик. Ну, это текало. Спасибо большое за ваши ответы. Белорусская экономика во многом завязана на Россию, во многом зависит от России. Чем наша восточная соседка пользуется в своих геополитических целях? Андрей, у меня вопрос к вам. Если ситуация станет критичной и придется делать выбор между еще большим ухудшением экономической ситуации и независимостью, либо углублением интеграции с Россией, но при этом дополнительной финансовой поддержки от Москвы, какой выбор сделаете вы? Пожалуйста, у вас есть 90 секунд. Вообще, вот этот вопрос про выбор, он был актуален 5 лет назад, а сейчас, за последние 5 лет, власть умудрилась переругаться со всеми странами, не наладить нормальных отношений с Европой, переругаться с Россией, и теперь мы делаем вид, что оно так это должно быть. Нет, на следующие 5 лет наша задача как раз-таки помириться и построить нормальные дружеские отношения и с Европой, откуда нам сегодня нужны инвестиции, откуда нам сегодня нужна поддержка, и с Россией, где мы очень заинтересованы, конечно же, в рынке, где мы очень заинтересованы в том, чтобы вместе работать, вместе развиваться. Я считаю, что это ложная постановка вопроса, что нам надо с кем-то выбрать, с кем мы конфликтуем. Чем более миролюбивы по-настоящему, а не на словах мы будем, тем будет ниже процент по кредитам, тем будет больше возможностей для наших предприятий. И я уверен, что и с Европой, и с Россией мы можем договориться, говоря им правду, что мы не собираемся вступать ни туда, ни сюда, что мы хотим строить свое независимое государство. Не хотите вы общий газовый или энергорынок? Хорошо, ничего страшного, а мы не хотим единую валюту. Мы можем найти точки соприкосновения. Сегодня, парадоксальным образом, газовый контракт у Украины выгоднее, чем у союзницы Беларуси. Почему? Именно потому, что мы не отстаиваем свои интересы. Именно потому, что мы постоянно пытаемся что-то выторговать, вместо того, чтобы долгосрочно строить дружеские отношения, перевернуть страницу союзного государства, закрыть синякуру для чиновников, а выстраивать то, что будет работать на людей, что будет работать на нашу экономику. Спасибо большое, Андрей. Владимир, пожалуйста, вам слово. Может быть, у вас возникли вопросы к тому, что сказал Андрей? Ну, я согласен со многим, но и хотел бы сказать, что с Россией дружить надо, но только не с Путинской. Путинская Россия это сейчас война везде, в Украине, в Сирии. Посмотрите, оттяполе, как говорил Лукашенко, и у Молдовы, и у Грузии. Поэтому очень опасная ситуация, я считаю, в положении с Россией. Хотя дружить надо со всеми, налаживать отношения. И в первую очередь, я повторюсь, с Европой, потому что там прогресс, технологии новые и все прочее. Но не забывать о России. Это наши соседи, от соседей мы никуда не уйдем. Нравится нам это или нет. Поэтому вот как бы так. Спасибо, Владимир. Я напомню, что вопрос был о том, в критической ситуации, какой должен быть выбор. Ухудшение экономического положения в Беларуси, но независимость, либо более полная интеграция с Россией при финансовой поддержке Москвы. Ольга, пожалуйста, ваше мнение, и может быть, вопросы к Андрею у вас есть. Конечно, не льга гандлявать незалежностью. Я выступаю за то, как таки проект интеграции как союзная держава из России был ликвидованы. Кали я пройду до Улады, то незалежный суд дасть оценку пагаднению, якой была подписана Александром Лукашенко, бо оно суперречит с сегодня национальным интересам Беларуси, а я выступаю за гэты национальные интересы и за безпеку першую чергу. Я лечу, что можно меть добросуседские отношения с усими суседями, и это может регулироваться двусторонними домоленностями в социальной сфере и экономичной сферы, але я выступаю супры того, как Беларусь была губернией Российской Федерации и по Конституции Беларуси гарантом суверенитета заявляется народ. И по всех пытаниях не только союзной державы, а и інших, мы павину першую чергу запытвать беларусов, что я не хочу, какой выбор павина зарабить наша краина. Спасибо, Ольга, Сергей и вам слово, пожалуйста. Я все стоял и думал, где там ошибся, не политика, я хотел сказать популист. Ладно, вернемся к нашему вопросу. Когда мы разговариваем с соседними странами, не на равных, когда на нас смотрят как на государство, которое не состоялось ни в социальной, ни политической, ни экономической сфере, в этом случае нам очень сложно договариваться. Мы не можем разговаривать на равных, мы не можем исходить с точки зрения силы. В этом случае мы всегда проигрываем, в этом случае мы должны что-то продавать. В данном случае мы видим, что мы торгуем своим суверенитетом. Этого допустить однозначно нельзя, потому что независимость и суверенитет это то, что досталось нам очень сложно, и мы не должны этого терять. Поэтому моя позиция, если у нас будет другая власть, у нас будет другая структура, и у нас будут те специалисты, которые сделают из нашей страны действительно сильное государство, в этом случае мы будем говорить на равных, и торговать нам не придется своей независимостью. Спасибо, Сергей. И Андрей, у вас есть 60 секунд для подведения итогов. Татьяна, вы спросили, что делать в критической ситуации, мой ответ, не допускать критической ситуации. И мы вполне можем это сделать, сегодня развивая отношения с Евросоюзом, создавая балансы внутри страны, которые будут работать на людей, потому что это значит, что к нам придут новые инвестиции. Сегодня я недавно разговаривал с бизнесменом, который выбирал, в какую страну вложить деньги. И в итоге выбрал не Беларусь, потому что очень конфликтно, очень проблемно. Вот нам нужно это убрать, и тогда сюда придут инвестиции реальные, они придут в регионы и будут создавать рабочие места. Вопрос о независимости не стоит на самом деле. Мы не собираемся торговать независимостью, мы хотим торговать тракторами, мы хотим торговать сельхозпродукцией, мы хотим торговать всем остальным, что сегодня могут производить Беларусь. Я категорически не согласен с Сергеем, что мы там не умеем зарабатывать, мы не можем это делать, да умеем мы все. Нужно просто сегодня акцент с чиновников переключить на людей и дать им возможности это делать. И тогда и в отношениях с Россией, и в отношениях с Западом мы будем говорить на равных, не бояться отстаивать свои интересы, а на самом деле в первую очередь отстаивать интересы наших людей, наших граждан. Спасибо, Андрей. Вот уже в предыдущих ответах затронули тему выбора Беларуси между Востоком и Западом, политического выбора, с кем лучше дружить, с кем развивать отношения. Владимир, я хочу спросить у вас, на ваш взгляд, актуально ли для Беларуси этот вопрос выбора геополитического партнера и реально ли для нашей страны построить, иметь хорошее отношение как с Востоком, так и с Западом. Пожалуйста, у вас полторы минуты. Я еще раз повторюсь, я уже про эту тему затрагивал, значит, дружить надо со всеми, не против кого-то, не против кого-то, а только дружить со всеми. С американцами, с африканцами, с Россией, с марсианами, со всеми дружить надо. Мы никуда не денемся, мы живем в тесном мире сейчас, никуда. Закрытая Беларусь это смерть для Беларуси, это смерть. Поэтому надо и с Россией, и с Европой дружить, но выстраивать отношения такие, чтобы мы не были и не стали рабами какими-нибудь у кого-нибудь, тем более у России. Мы должны дружить со всеми. Вот такая позиция моя. Спасибо, Владимир. Ольга, пожалуйста, ваши комментарии либо вопросы к Владимиру. Конечно же, я выступаю за незалежность Беларуси, как уже я казала про это, и лечу Беларусь часткой европейской цивилизации, а я казать сегодня про интеграцию с европейским связом. На мой взгляд, это не питание номер один в Беларуси, питание номер один в Беларуси, сегодня это экономичная ситуация, это то, как заработать так, как сегодня каждый Беларус сочувал и патрымку державы, мог себе реализовать в этой державе. И я веду, что, например, Сергей не казал шмат про суверонитет, незалежность, алей он ездил поездки по регионам и выкрыстовал российский стяг, и мне было б цикаво, как может человек казать про незалежность и ездить не с беларусским стягом, а с российским. Я не ездил с российским флагом, но я считаю, что россияне это наши братья. Есть, не надо путать Россию обычных людей и ту власть, которая сейчас есть в России. Это абсолютно два разных мира и у меня много родственников России. Я могу сказать, что это мои друзья и братья. И я буду все делать для того, чтобы у нас не испортились отношения с Российской Федерацией в формате людей. С властью там могут быть вопросы, потому что у нас очень много кредитов, у нас очень много обязательств, которые мы не можем выполнить на сегодняшний момент, но с этим мы что-то будем делать и мы обязательно справимся. в целом так. Спасибо большое, Сергей. Андрей, ваш черед, я напомню, что мы обсуждаем вопрос, может ли Беларусь развивать одинаково успешные отношения как с Востоком, так и с Западом. Пожалуйста, 45 секунд у вас. Уговори правду, которую я возглавляю, есть концепция ответственного соседства. Она подразумевает простые вещи. Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства перед всеми партнерами и при этом выстраивать равные отношения и с Россией, и с Европой. Говорить сегодня о том, что нам нужен какой-то конфликт с Россией, это просто бездумно. Нам нужны дружеские отношения. Мы и правда очень близкие страны. Это не значит, что мы должны стать одной страной. Поэтому вот благодаря построению ответственного соседства на долгосрочной основе мы можем быть страной, для которой будет хороша и Россия, и Украина, и Литва, и Польша. А сегодня такое впечатление, что власть, ну ей остается дружить только с марсианами, потому что со всеми остальными она поссорилась и все недостаточно хороши для нее. Мы это изменим. Спасибо, Андрей. И Владимир, мы возвращаемся к вам. У вас есть еще 60 секунд для замечаний, ремарок, комментариев. Я ничего не могу добавить, кроме того, что повторить. Надо дружить со всеми, уважать всех. Тогда нас будут тоже уважать. Коротко и ясно. Хорошо. Спасибо большое. Ольга, мой следующий вопрос для вас. В последние годы в мире, как глобально, так и в нашем регионе, растет военное напряжение, конфронтация. И в такой ситуации, как вы считаете, членство Беларуси в ОДКБ это защита или опасность для нашей страны? Пожалуйста, время пошло. Я выступаю за выход Беларуси из ОДКБ и такой зворот я передавала администрацию президента в прошлом году. Мы избирали подписи за выход Беларуси из союзной державы, за выход из ОДКБ. Я лечу, что это погрожает незалежности Беларуси и суверенитету. Мы сегодня можем забеспечить безопасность наших граждан своими силами. Нам не потребны выходжения ни в якие блоки, ни в якие союзы. И это моя позиция. И, конечно, как можно сказать, про некие союзы, так само экономичные, ци военные, с Россией, которая ведет агрессивную политику супред своих соседей. Я тут погаджуся с Сергеем об тем, что люди в соседних краинах это одно, а политика это иншая. И тут треба робить выбор цимы за суверенную незалежную Беларусь для беларусов, ци все ж таки мы робим выбор позволяющий беларусов макшимости выбирать себе уладу, выбирать свой шлях до незалежностей. Тут важно напевно, як я уже казала, запытывать, что хочуць беларусов. Лада, сёння робить все сама. На усих узровнях мы не чуем голос беларусов. Сёння выники референдума выбору фальсификуются. Для того, как подшуць меркование беларусов на конту, выходжение у любые блоки, ци объединение с іншими краинами, потребно в першу чергу запытывать беларусов. Спасибо, Ольга. Сергей, как стало понятно из ответа Ольги, она выступает за то, чтобы Беларусь вышла из ОДКБ и не вступала в другие военные союзы. Вы можете что-то сказать в своём мнении на эту тему? Да, мы декларируем такую же концепцию, потому что тот факт, что мы присутствуем в ОДКБ не позволяет нам развивать многовекторность нашей страны, не позволяет нам налаживать в хорошем смысле этого слова глубокие связи с европейскими странами, с международным сообществом, потому что есть определённое табу. Если ты в ОДКБ, соответственно, ты поддерживаешь Российскую Федерацию. Если ты поддерживаешь Российскую Федерацию, ты попадаешь под международные санкции. Да, это может быть не задекларировано на бумаге, но по факту практически все переговоры на международной площадке, арене, они прекращаются. Поэтому мы однозначно за выход из ОДКБ. Спасибо, Сергей. Андрей, пожалуйста, вам слово. Мы за то, чтобы действительно реализовать статью 18 нашей Конституции и переходить к нейтралитету. Но делать это очень поступательно. Нейтралитет нужно только согласовать сначала и с Россией, и с Польшей, и со всеми странами вокруг нас. Это очень важно. Если мы будем делать резкие движения, то мы можем повторить украинский сценарий, который «говори правду» в Беларуси точно не хочет. Второй момент, я абсолютно не согласен с Ольгой Ковальковой, которая говорит сегодня, что нам не нужны экономические союзы с Россией. Но Ольга, наверное, решила жить в какой-то другой Беларуси, в Вишнорье, где не нужен российский рынок, нам не нужны эти связи. И для меня странно, что Ольга противоречит позиции собственной партии и другого сопредседателя ее партии Павла Северинца, который выступает за вступление в Беларуси в НАТО. Мы же против вступления в Беларуси в НАТО. Беларусь вышла из всех блоков, поэтому в нарушение Конституции даже Александр Егорьевич вступил в КДБ. Дело в том, что по Конституции Беларусь является независимым, суверенным государством, нейтральным, к тому же, нейтральным. Поэтому мы не должны на сегодняшний момент не состоять ни в каких блоках. На будущее, я считаю, но это вопрос ближайшего времени, вступление в блок НАТО, потому что НАТО это защищает всех, можно сказать, по большому счету. И даже тот же Путин в свое время заявлял, что его цель вступить в НАТО. Почему он изменил этот взгляд, я не знаю. Но я за то, чтобы со временем, там через 10, может через 20 лет присоединиться к Европе и вступить в блок НАТО. Потому что угроза только от России на сегодняшний день идет. Спасибо большое, Владимир. Ольга, у вас есть 60 секунд, чтобы ответить на вопросы, замечания в ваш адрес. В частности, нейтралитет нам все-таки нужен или вступление в НАТО? Ну, я хочу взвернуться до Андрея. Ну, не ведайте, не кажите. И, коли кажете, то денежите. А то столько бла-бла-бла и слова от вашего «Говори правду». У программе беларусской христианской демократы есть позиция, что мы выступаем за блоковый статус Беларуси. В аходжене у любые военные союзы может быть только праз референдум, что я сказала в своем выступе, кали вы трэда чуете, послухать еще раз. Это моя позиция. И я не кажу об тем, что не треба вести экономичные гандлевые стосунки с краинными суседями. Мы повинны сябраваць сегодня з усимы. Але я выступаю за тое, как на паперы союзной державы и интеграции из РФ не истнавала. Россия сегодня для нас один из прайоритетных рынков. И мы повинны з ее вести экономичные стосунки. Але это можно рабить по двухбаковых пагадненнях. Але не з'являючись одной краиной, чого хоча зараз Александр Лукашенк. Спасибо. Ольга и мы подошли к последнему вопросу наших сегодняшних дебатов и он достанется Сергею. Каждый раз, когда в Беларуси происходили массовые репрессии, Запад отвечал на это санкциями. И Евросоюз и США вводили определенные ограничительные меры. Таким образом, они пытались показать беларусским властям, что все-таки права человека необходимо соблюдать. Сергей, на ваш взгляд санкции помогают соблюдать права человека в Беларуси или они лишь вредят беларусской экономике, ничего не давая взамен? Мы на сегодняшний момент видим, что ситуация развивается по другому сценарию. Европейские страны и Соединенные Штаты Америки постепенно снимают санкционное давление. И с одной стороны, я считаю, что это хорошо. Мы имеем возможность развиваться, мы имеем возможность двигаться дальше, у нас появляются дополнительные возможности, дополнительные рынки, и это важно. Важно для развития экономики. Почему так происходит? Потому что европейские страны и Соединенные Штаты США увидели, что за 20 лет нет никакого смысла, и это не приносит никакого результата именно во внутриполитической жизни нашей страны. Поэтому то, что сейчас происходит, я считаю, это оправдано, это адекватно, и это идет на пользу нашей стране. Очень печально, конечно, что у нас вообще происходят репрессии. Очень печально, что у нас нету нормальной внутриполитической жизни. Но, наверное, давайте скажем так, что сейчас это наши проблемы. Это наши проблемы, проблемы каждого человека, проблемы каждого политика, и мы должны с ними справляться самостоятельно. Потому что если все смешивать в одну кучу, то у нашего государства будет очень много проблем. Это будут проблемы экономические, это будут проблемы политические, а у нас и так все плохо. Нам надо идти вперед и делать новую Беларусь. Спасибо большое, Сергей. Андрей, пожалуйста, есть ли у вас к Сергею вопросы по его выступлению? Я безусловно выступаю за то, чтобы санкций не было, это мешает развитию страны, но ведь сегодня надо важно сказать, что важно, чтобы государство, власть не хотела санкций. Вот я сегодня принес с собой специально кепку страны для жизни, хотя не являюсь членом этого движения, и в знак солидарности того, что с Сергеем и со всеми теми, кого сегодня осуждают за то, что они просто говорят правду. И самая главная санкция, которая сегодня есть, это санкция со стороны чиновников в отношении людей, которые хотят жить по-другому, которые хотят говорить правду, которые хотят добиться, чтобы к ним их уважали. Вот если этих санкций не будет, не будет санкций в отношении бизнеса, в отношении граждан, то тогда нам не надо будет бояться и международных санкций с разных сторон. Спасибо, Андрей. Владимир, пожалуйста, вы. Я хочу сказать, что санкции это палка о двух концах. С одной стороны это хорошо, с другой это плохо. Да, плохо, но дело в том, что если не будет санкций, Лукашенко будет жировать опять же, ему будут идти кредиты и все прочее, он будет содержать банду вот этих наемников своих, которые избивают людей. Плохо, да, что люди стали хуже жить из-за санкций, но в связи с тем, что введены санкции, я считаю, что народ начинает просыпаться, а народ у нас просыпается через карман свой, через кошелек свой, через холодильник, поэтому санкции, я считаю, нужны, и тем более для Лукашенко, чтобы он не разъезжал нигде, а если приехал куда, в европейскую страну, арестовать как государственного преступника, который захватил власть и угрожает своему народу расстрелами. Санкции, только санкции в отношении Лукашенко и его бригады. Спасибо, Владимир. Ольга, вам слово, пожалуйста. Слушайте, люди у Беларуси сегодня живут дрэнно не за санкции. Беларуси живут сегодня дрэнно и все горше за безотказные политики Лукашенко и чиновников. У проритете, яких сегодня в своей кишени и ситуации с коронавирусом, проведением парадов подчас пандемии, показывая, что они сегодня тратят гроши только на себе, про какие санкции мы кажем. Санкции и такие позерк на Беларусь повинны быть, бо, кали Евразвяз не ставить некие умовы и диалог с Лукашенко не обумовлены, у нас являются политзневоленные и сегодня уже мы маем подчас президентской кампании один из удельников, Сергей Тихановский и его команды репрессуются. Таму сегодня увага международной супольности повинна была быть больше до Беларуси, бо мы только про экономику кажем, а у нас являются каждый раз люди, яких репрессуют Улада. Спасибо, Ольга. Сергей, пожалуйста, и вам возможность прокомментировать выступление. Мы живем в нашей стране, это наша страна, страна людей, страна бизнеса, страна социальной сферы, страна пенсионеров, страна детей. Мы в первую очередь должны сами заниматься своими проблемами. Я могу сказать, что на начало года по независимой статистике и исследованию Александра Григорьевича поддерживала порядка 55% населения. Это реальная статистика. И в данном случае это в первую очередь камень в наш огород. Мы сами работали с той властью, которую выбирали люди. Сейчас ситуация существенно изменилась. Процент поддержки существенно упал. Мы, когда ездим в регионах, мы видим, что уже нет той ситуации, которая была еще на начало года. Да, залезли каждому в карман. Да, не осуществили поддержку в процессе пандемических настроений. И это большая проблема. И я надеюсь, что эти выборы и эта электоральная кампания принесет изменения в нашу страну, потому что уже изменения в наших головах. Я благодарю всех за ваши ответы. И сейчас пришло время подвести итоги нашей дискуссии. И первым заключительным словом я прошу выступить Андрея Дмитриева. Андрей, пожалуйста, у вас полторы минуты. Мне недавно мой знакомый из Докшица уехал с семьей в Польшу. И мы когда с ним общались, он сказал, слушайте, это поразительно, но в Беларуси я был постоянно каким-то не таким. У меня было не то образование, не было высшего, я был не нужен, я недостаточно зарабатывал, я не был программистом, неважно, я постоянно был не нужен. А здесь я почувствовал себя нужным человеком. Вот я иду на выборы, чтобы беларусы, не важно от того, какое у нас образование, не важно, кем мы работаем, чувствовали себя нужным Беларуси. А для этого нужно, чтобы государство, увеличить роль государства в заботе о людях, в защите людей, в отношении к людям. Поэтому нам нужно три принципа. Первый это говорить правду. Мы сейчас с вами в пандемию увидели, как важно знать правду, которая позволяет нам себя защитить, которая позволяет нам принимать решения. Второе ценить людей, поэтому мы отменим Туниярский декрет, будем помогать тем, кто потерял работу, а не наказывать их и создавать все условия сегодня для развития регионов, для того, чтобы дети не уезжали, до чего надо было додуматься, чтобы мы сами отсылаем детей, а наоборот мы понимали, здесь есть будущее для них. И третье это конечно добиться смены власти. Нам не нужна сегодня вертикаль в стране, нам сегодня не нужны двухпалатный парламент, нам сегодня нужна власть работающая на людей, зависящая от людей, которая регулярно меняется. Вот эти три принципа позволят нам сделать так, чтобы любые перемены были сегодня для людей, а не для тех, кто уже наверху, не для тех, у кого уже есть деньги. И Беларусь тогда будет действительно процветать, потому что она будет создана для 9,5 миллионов, а не для избранных наверху. Спасибо, Андрей. Владимир, пожалуйста, ваша очередь. Я хочу обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко. Он неоднократно заявлял с высоких трибун, что значит, как только белорусский народ скажет ему уйти, он уйдет. На сегодняшний момент он заявляет совершенно другое. Значит, хочу напомнить, что власть, что страна Беларусь принадлежит не Лукашенко, а белорусскому народу. По конституции и власть принадлежит белорусскому народу. Поэтому я требую от Лукашенко свободу Николаю Статкевичу, свободу Сергею Тихановскому, свободу Павлу Северинцу, свободу всем политзаключенным. Кроме этого я требую проституток, провокаторов, легавых, ментов, провокаторов и фальсификаторов к уголовной ответственности. Живе Беларусь! Спасибо, Владимир. Ольга, вам слово. Полторы минуты у вас есть. Я лечу, что реальные измены в Украине махчимы только калисы своей посады сэдзи Александр Лукашенко. И сегодня мы все повинны объединяться вакол одной этой идеи. Я прошу всех кандидатов, які реально не змагаются за Уладу, подтрымать тих незалежных претендентов, які реально готовы сегодня суперничать с Александром Лукашенко. Бо перамены махчимы только без яго уделу и без уделу Ермошиной и інших сэбра участковых комиссий. Я не хочу яшше адзин термін Александра Лукашенки, бо керавання им перетворылся у пажытцёвый термін для людзей магоу покаленне. И кожный з нас можа сё не зарабіць свой унесак у досягненні гэтай мэты. Калі ласка, вылучшайтеся сэбрами участковой на выборах. Мы павінны прымусіць уладу паліччыць галасы беларусов, пабачыць кожный бюлютэнь. Я таксама патрабую спыніць палітычный пераслед ўсіх актывістов і людзей, які маюць сёння адрозная ад улады меркавання. У дэмократычной країні палітычный пераслед немахчымы. Харі ласка, долучайціся до беларускай хрэстянской демократы. Пишіть мені у соціальних сетках, і ми разом зможем змінити уладу для того, щоб у Беларусі було утульно і комфортно жити кожному, щоб ми не хотіли покидати нашу країну і бодавали своє життє тут. Спасиба, Ольга. І, Сергей, пажаласто, вам слово. Друзі, я б хотіла сказати, наверное, одно, і я считаю це саме важне. Ми, як демократичні силу, либо демократичні лідери, ми нічого не можем зробити без вас. Саме главное, це люди і ваша підтрючка. Якщо ви рішили для себе і оприделились, що ви хочете жити в другої країне, в другої Беларусі, в принципі, ви щас це і робите. Ви стоїте в кілометрових очередях і віддаєте свої голосова за право нас, як демократичні лідерів, участвувати в цій електронні компанії, відстаєвати ваші голоса, відстаєвати наші голоса. І це дуже важливо. Такого прецедента рання не було. Ви сиділи дому, ви обсуждали якісь проблемні моменти, але ви були з тим согласні, що в принципі все всіх устраєвати. Сейчас ситуація змінилася. Ви сейчас действительно висказуєте свою гражданську позицію. Ви помогаєте нам, ви помогаєте себе, ви помогаєте своей семье, своїм детям оставатися в Беларусі і маєте можливість жити в другой Беларусі. Це дуже важливо. І тому следіть за тем, що ми декларируємо в соцсетках, що ми подаємо в інформаційних лентах, і якщо нам буде реально потрібна ваша підтримка і допомога, прислушайтеся, прийдіть і допомогіте. І тільки в цьому в цьому нас будуть реальні змінини в нашій країні. По-другому нічого не получится. Само осознання цього вже победа. Спасибо большое. На цьому ми заканчиваємо дебат. Я ще раз благодарю всіх наших гостей за участие в них. Уважаємі зрітіли, ми будем раді узнать ваше мнення о прошедших дебатах. Свої коментарії ви можете оставлять на наших страницах в соціальних сетях Facebook, Одноклассники і Вконтакте. Це були политичні дебат сайту новини. Бай. Меня зовут Татьяна Коровенкова. Следіть за нашими обновлениями і до звидання. Дякую.